Нашествие кровососущего гнуса. Последние несколько дней бесчисленные насекомые атаковали Павлодарскую область. От назойливых мошек страдают не только люди, но и животные. Это при том, что на протяжении прошедшего месяца в регионе велась масштабная борьба с насекомыми. На эти цели в этом году из госказны была выделена рекордная сумма денег. За 600 миллионов тенге власти планировали максимально снизить популяцию мошки. Однако обработка поймы РТШ не принесла ожидаемых результатов. По мнению специалистов, ответственных за борьбу с Кавлодар, пришла так называемая залетная мошка. Данная ситуация будет буквально несколько дней держаться. Во-первых, было из залетной формы. Это не исключается. Даже по литературным данным, если посмотреть, у нас идет 150-200 километров может пролетать и комары, и мошки. Даже взять близкого, не совсем близкого, можно сказать, к поселу Мойлдэ, да, жалобы в основном на мошки идут. То же самое, рядом, казалось бы, ни реки РТШ, ни проточной воды. Залет идет именно с РТШ идет и туда. Я могу сказать, что жители города потерпели немножко. Это произошел залет еще 3-4 дня назад. До этого ситуация была хорошая. Все скажут, что это из-за погоды, но это не совсем так. Обработки проводились каждый день везде. То есть, если бы обработок не проводилось, ситуация была бы намного хуже. Продолжение следует...